В новомихайловском поселении продолжаются работы по благоустройству. На нескольких улицах появятся новые мусорные контейнеры. Завершается текущий ремонт дорог и установка канализационных колодцев. Все работы ведутся под контролем местной администрации. Подробности расскажет Лиана Коблева. Чтобы она никому не мешала, вы будете потом говорить, что она за 200 метров стоит и выносить не будет. Местные жители, отдыхающие поселения, давно жалуются на неприятный запах от мусорных баков. Теперь эту проблему решат новые современные евроконтейнеры. Помимо этого, облагородят место их установки, зальют рабочие бетоном и сделают специальное ограждение. Машина задуматься заезжает, берет эту емкость, на ней два зуба, они берут, опрокидывают, то есть в автоматическом режиме. 18 современных евроконтейнеров установят в Новомихайловском на улице Ленина, Садовой, Парковой, во втором микрорайоне и первом микрорайоне Ольгинки. Новые баки со специальной крышкой приобретены на средства из местного бюджета. Естественно, бюджет не бездонный, поэтому в данном случае в рамках программы благоустройства выделили средства именно на это. 22 сентября окончание срока производства работы. Надеемся к этому времени отремонтировать все вышеуказанные контейнерные площадки. В переулке Уютном жители частных домов пользовались септиками. Это специальные очистительные сооружения, но они неудобны были из-за высокого уровня грунтовых вод, которые их затапливали. Теперь здесь появится 9 канализационных колодцев, установка которых уже идет полным ходом. Уже приступили к работам, но столкнулись с трудностями, что уровень грунтовой воды очень высокий. Залегание этой канализации должно быть на глубине двух метров, а ниже одного метра уже начинается вода. Сейчас будем сопутствующие работы проводить по понижению уровня грунтовых вод, для того, чтобы можно было проложить трубы. И работы планируем завершить до конца октября. Большая работа проведена по расчистке русел рек в селе Плехо. Завершаются работы по береговой линии реки Нечепсуха. В этом году атакует сезонная амброзия, которую устраняют специальной техникой. Это плановая акция, которая проводится ежегодно в рамках содержания, для того, чтобы обезопасить строение людей от всевозможных затоплений. В случае, когда пойдет большая вода, она будет препятствовать вот эти все деревья, которые растут. Они будут мешать прохождению воды, поэтому мы максимально сейчас их стараемся убрать. А амброзия – это тоже такая акция, она ежегодная. В реке никто не ожидал, что она в этом году появится. Поэтому здесь мы уже привлекли силы нашего МУПа, и они в рамках своих текущих дел нам проводят эти работы. Работы по капитальному ремонту дорог были завершены еще до начала курортного сезона. Сейчас ремонтируют дорожные участки на средства местного бюджета в рамках текущей программы. Так, в переулке Октябрьском расширили дорогу автогрейдером и обновили покрытие. Работы проведут и на остальных улицах Новомихайловского, Вольгинки и в ауле Псебе. Несколько лет мы пытались купить автогрейдер, поскольку у нас более 20 километров дорог с щебеночным, гравийным и просто грунтовые дороги. Их надо ремонтировать. И в этом году, наконец, мы для этих целей купили автогрейдер. И на сегодняшний день проводятся работы как раз на этих дорогах, где требуется грядирование, планировка этих дорог, расширение. Продолжается подготовка к отопительному сезону. Идет замена нескольких участков тепловой сети, ремонт котельных. Все работы по подготовке к зиме планируют завершить в первых числах октября. Леона Коблева, Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ.